Седьмой класс, пятнадцатая серия. Решение задач. Задача первая. По течению реки катер прошел за 4 часа столько же, сколько он проходит за 6 часов против течения. Собственная скорость 20 км в час. Надо найти скорость течения реки. Обозначим за х скорость течения реки, когда катер идет по течению, его скорость 20 плюс х, а когда против течения 20 минус х. По течению 4 часа против течения 6 часов. Проходится одно и то же расстояние. Решая уравнение, находим значение х. Х равен 4. Скорость течения реки 4 км в час. Задача вторая. Найдите несократимую дробь, которая увеличивается в 4 раза при прибавлении знаменателя к числителю. Допустим, это дробь А числитель и Б знаменатель. Если к числителю прибавить знаменатель, получится дробь, у которой числитель А плюс Б, а знаменатель Б. И эта дробь будет в 4 раза больше, чем та, которая была. Знаменатели одинаковые. Можно приравнять числители. И из этого равенства получаем, что Б это 3 умножить на А. Так как дробь должна быть несократимой, единственный вариант А, 1, Б, 3. Итак, это дробь 1 треть. Задача третья. Как изменится величина дроби, если числитель увеличить на 300%, а знаменатель уменьшить на 75%? Допустим, была дробь А числитель, Б знаменатель. Числитель увеличили на 300%. То есть к тому числителю, который был, прибавили утроенный числитель. А знаменатель уменьшили на 75%. 75% это 3 четверти. Значит, Б минус 3 четверти Б. Так, и получится дробь, которая в 16 раз больше А, Б. Значит, ответ – величина дроби увеличится в 16 раз. Задача четвертая. В уравнении определите А так, чтобы число 4 было его решением. Значит, вместо Х надо подставить 4. Получится уравнение только с одним неизвестным, с А. А. Решая уравнение, находим значение А. А равно минус 3. Ответ – минус 3. Задача пятая. Из 24 спичек построена фигура. Можно ли убрать 4 спички так, чтобы осталось 6 квадратов? Да, можно, например, убрать эту спичку, эту, эту и эту. Получится 4 квадрата, которые состоят из одной части. Показываю желтым цветом внутреннюю область каждого такого квадрата. Итак, это 4 квадрата. Зеленым цветом показываю вершины пятого квадрата. Он состоит из 4 частей. И кроме того, шестой квадрат, который состоит из 5 частей. Красным цветом показываю его вершины. Здесь будет вершина, здесь, здесь и здесь. Вопрос – можно ли? Ответ – да, можно. Например, так, как показано на рисунке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...